Всем привет! Меня зовут Константин Устьянцев. Это «Свободный лед» — шоу хоккейной жизни. Мы говорим и показываем этот вид спорта для того, чтобы сделать его ближе к вам. В преддверии рождественских праздников мы все ждем чуда. Чего-то необычного и волшебного. Наверняка и вы, дамы и господа, не исключение, ждете от нашей программы нечто подобного. Чудо в абсолютном его проявлении мы не обещаем, а вот немного волшебства гарантируем. Ведь сегодня на свободном льду человек с волшебными руками. Один из самых талантливых и техничных форвардов в истории трактора. Про таких еще говорят талант от бога. Встречайте, Станислав Чистов. Стас, рады приветствовать. Как твое настроение? Отлично, спасибо. Всех здравствуйте. В октябре ты объявил о завершении карьеры и поставил такое многоточие. Понятно, что и Гротская карьера уже позади, но оставил такую толику для размышлений относительно того, чем ты будешь дальше заниматься. Вот прошло уже несколько месяцев. Есть ли определенность в этом вопросе? Ну, занимаюсь этим вопросом. Скорее всего, пойду в школу детским тренером. Пока занимаюсь этим вопросом. Пока ничего конкретного не могу сказать. Ну, детским тренером ты заканчивал какие-то курсы? У тебя есть какое-то дополнительное образование? Да, я в Тольятти заканчивал высшую школу. И там же получал высшую школу тренеров. Там я и закончил в Тольятти. То есть ты рассматриваешь исключительно вариант, согласно которому ты должен пройти все стадии так называемого отбора. Детский тренер выше, 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 повышая квалификации. Это твоя задача, как я понимаю. Ну, я хочу начать с чего-то, чтобы... Это не значит, что хороший хоккеист должен быть хорошим тренером. Сразу куда-то в взрослую команду. Конечно, он должен какой-то этап пройти снизу, вверх, наверное. Обучиться всему этому ремеслу. Это не так просто. Поэтому я хочу, наверное, начать с детского школы. Когда в планах примерно? С нового сезона? Думаю, да. Это будут совсем маленькие дети? Я не знаю. Мне надо будет пообщаться с директором школы, с Кудиновым. Он все расскажет, объяснит. Но прецедент уже есть к тому, что Станислава Чистова ждут? Ну, я встречался с ним. Он говорит, они не против, как бы, чтобы я работал в школе трактора. Твой первый тренер, Виктор Михайлович Перегудов, как мне кажется, один из немногих специалистов, который действительно по-настоящему прививает с молодых ногтей детям вот эту любовь к хоккею. Своими нестандартными тренировками и подходами. Вот твое желание работать с детьми, может быть, как-то идет из детства как раз-таки? Я думаю, что да. Чему-то мне научил Виктор Михайлович Перегудов. Я сейчас даже смотрю, когда прихожу на его тренировки, смотрю, как он детей тренирует. И меня это подстегивает. А как произошел твой переход из дворовой команды в хоккейную школу «Трактор»? Я, как понимаете, начинал на КПЗСе? Да, правильно. И как все было? Ну, это была игра против «Трактора» на первенстве города. Приехал «Трактор», мы их обыграли, Виктор Михайлович заметил меня. Пошел к родителям, родители дали добро, и я оказался в «Тракторе». Тебе 37? На драфте ты был выбран под пятым общим номером в первом круге. Тогда первым номером был Илья Ковальчук. Он до сих пор пылит, и вот на днях подписал контракт с омским «Авангардом». Не так много ребят осталось как раз-таки вашего года, которые были на лидирующих позициях. Но, может быть, рановато ты ушел из хоккея? Все-таки 37, еще можно поиграть. Да нет, ну, как говорится, смысл обманывать хоккей. Я чувствовал, что уже и здоровье не то уже, как в 19-20 лет. И пользы меньше стал командам приносить, в которых я играл. Я думаю, что вовремя ушел. Но кто-то выберет путь поднятия хоккея в Румынии, кто-то отправится в солнечный Казахстан. Это не твоя дорога, как я понимаю. Ну, меня звали туда, но что-то я подумал, с женой пообщался, принял решение, что это не моя дорога точно. Ну, почему? И соскучился по Челябинску, по родителям, за свое время наездился везде. Хоть бы было дома побыть. Но ты поиграл на разных уровнях, начиная от юниорской, молодежной сборной. У тебя был опыт выступления в Северной Америке. АХЛ, НХЛ, финал с Анахаймом против Нью-Джерси Дейлс. Ты выступал в КХЛ, также в финале Кубка Гагарина за Трактор. У тебя огромный опыт все уровни, кроме, наверное, взрослого чемпионата мира за сборную. И тебе есть чем сравнить. И, кстати говоря, ты даже поиграл в высшей лиге. Да, сезон. Но ты видел все вообще, по сути, в хоккее. Вот поэтому я и закончил. Потому что видел все уже в хоккее. Все понемножку. И начиная с молодежных чемпионатов мира, конечно, там какие-то ситуации были, которые запомнятся мне на всю жизнь. И в НХЛ тоже там много всяких хороших историй было. И со мной, и с командой нашей, и так далее. Есть что вспомнить. Но финал Национальной хоккейной лиги, мне кажется, такое бывает у некоторых раз в жизни, как, например, у тебя. Ну да, у некоторых даже и по 20 лет играет, даже и кто-то в плов даже не попадает. Ну, есть такие ребята. Я ничего даже не понимал, что происходит. А тут чик, седьмая игра, и мы проиграем. Ну, если честно, я не особо расстроился, думал, ну, и еще куча времени впереди, как бы, чем мне было 19 лет. Ну, а оказалось, что надо было цепляться за это возможность. Но ты играл бок о бок с такими звездами, как Пол Корея, Тему Селяния, Сергей Федоров, Руслан Салей, там Стив Томас. Перечислять не хватит пальцев обеих рук, что называется. Что тебе больше запомнилось в связке с этими игроками? Ну, когда Сергей Федоров пришел в Анахай, мы как-то сразу подружились с ним. Он взял меня под свою опеку, мы там и ужинать ездили вместе и так далее. Как бы, ну, можно сказать, близко дружили. Ну, и с остальными ребятами, с русскими, там много, как бы, Брызгалов, Салей, Вишневский. Со всеми. Ну, а на льду, Стас, на льду. Ведь Селяния и Кария, вот мне было бы вообще интересно даже с ними покататься. Их мышление. Ведь это боги хоккея. Так они, им было уже там, я не знаю, лет под 35, наверное. Они все уже со льда уходят, они там вдвоем стоят, там, пасуются, там, что-то делают, там, сходы бросают. Меня вот это, конечно, удивило. Когда уже люди все достигли в хоккее, и последние со льда уходят. Мне вот это в них нравилось. Я, кстати, не просто так провожу параллель, называя имена и фамилии игроков, которые мне, во-первых, импонируют, во-вторых, я вижу то, что у тебя есть что-то из этих игроков. Но ты, может быть, этого не замечаешь, но, как мне кажется, от Патриса Бержерона и тем усиления у тебя определенным образом есть, как минимум, умение и мышление. Ты видишь площадку так, примерно, как эти большие мастера. Ты вообще отдаешь себе отчет в том, что Станислав Чистов, в том числе образца начала своей карьеры в национальной хоккейной лиге, Станислав Чистов, пиковый Станислав Чистов серебряного сезона «Трактора» – это самая настоящая мощь и сила? Ну, не знаю, мне сложно судить. Я думаю, что это болельщики должны судить, сколько пользы я принес. Что-то забыл. Ну, ты скромничаешь, Стас? Ну, да, нет, но я не знаю, что камера не твоя. Ну, камера не твоя, но когда-то пора выходить из тени. Ну, я стараюсь, что не всегда получается. Почему 23-й номер? Не знаю, просто как-то... А, квартира у меня 23-я была, в которой я жил. Наверное, из-за этого взял его в детстве. То есть все просто? Да, да. Никаких параллелей с игроками, мастеров, выступающих по 23-м номерам не было? Нет, не было такого. Будучи игроком в Цинциннате Майтидакс в американской хоккейной лиге, ты заработал 141 минуту штрафа, что является вообще рекордом, ну, антирекордом в твоей игродской карьере. Как так получилось? Ты что делал там? Да не знаю, меня выводили из себя. Ну, они смотрели там первый раунд драфта и так далее. Они выводили меня из себя, и я не сдерживался, был молодой. То клюшкой отмажешь, то еще что-нибудь там, то подерешься как-то. Не мог держать себя в руках в этом возрасте. Поэтому, наверное, столько много минус штрафа получал. Ну, дрался-то действительно много. Это вообще рекордный сезон по дракам у тебя был. Ну, не знаю, что-то один раз попробовал, получилось. И как бы, ну, не так много драк было, если честно. Там, может, 4-5 за сезон вот за этот. Ну, извини. Это достаточно. Ну, даже не, ну, игр там сколько? 80 игр, это не так много, в принципе. Ну, ты вообще вспыльчивый человек? Раньше был, да, сейчас спокойный стал. А с чем это связано? Ну, с возрастом, наверное. Ну, то есть ты мог вспыхнуть, как спичка? Да, сейчас я берегу свои нервы. Это опыт. Да. А дрался часто вне льда? Вне льда старался, нет. Потому что я знал, что вдруг какая-то травма, и я не хотел пропускать какие-то игры. Но нет, старался избегать этого. Жизнь за океаном. Она подразумевает не только, ну, так называемую, красивую обстановку, инфраструктуру. Это адаптация. Быть за бугром – это только одно слово, романтика. В остальном – это проблемы с адаптацией, бытом, о чем было сказано ранее. Вот для тебя, как для молодого пацана, который прибыл в Штаты, составило ли какую-то дополнительную сложность именно адаптироваться к местному быту и жизни? Мне кажется, нет. Потому что чем раньше ты уезжаешь туда, тем тебе проще, наверное, адаптироваться. И тем более, когда в команде есть русскоязычные ребята, они тебе опытные, да, там, кто постарше тебя, они тебе помогают в этом. Поэтому с хоккеем, да, адаптация хоккеем там какое-то время занимает, а в бытовом плане, мне кажется, нет. Первые деньги, большие деньги, насколько они тебя изменили как человека? Ну, не особо, потому что я всегда старался, ну, сейчас стараюсь, как бы, отправлять деньги родителям, помогать их там и сестре, и маме. И я, ну, все еще делаю это. Ну, то есть никаких изменений у тебя практически не произошло? Ты нормально к этому отнесся к периоду? Угу. Если брать во внимание тех игроков, с которыми ты поиграл в национальной хоккейной лиге, можешь ли ты назвать тех ребят, с кем было наиболее комфортно это делать? В Энхел? Да. В Америке? Ну, в Энхел такой хоккей, что там сложно чувствовать себя комфортно на льду. Ну, я вот честно скажу, что я, выходя на каждый матч, я не чувствовал себя комфортно. Перед игрой я всегда волновался под что-то, но я знал, что легко это не будет. Ну, сложно себя чувствовать там комфортно на льду. Потому что там заставляет тебя думать все быстрее. То есть нет того размеренного темпа, к которому ты, возможно, даже привык, будучи как раз-таки в команде Валерия Беланцева. Да, да. Но, опять же, сложность заключалась в технике тактических каких-то моментов. То есть тебе давали установку там «бей-беги», это не твое, как я понимаю. Ну, и такое тоже было, да. Да, мне ставили в те рамки, в которых я не чувствовал себя комфортно, наверное, вот так я скажу. Поэтому я не чувствовал на льду себя комфортно. И поэтому мне было как бы тяжело себя, наверное, проявить там на сто процентов. Твой отъезд из-за океана, ты все взвесил, не пожалел бы ты? Нет. Ну, я знал, что я там не развиваюсь в том направлении, в котором я хотел бы. Потому что я там, мне кажется, за то время, которое я там провел, кроме первого года, я все как-то все хуже и хуже, мне кажется, становился как хоккеист. И поэтому я решил вернуться в Россию. А как ты понял, что ты становился хуже? В чем это проявлялось? Ну, я меньше стал шайбы играть, там, вбрасывать. Ну, такие мелочи. Бороться стало больше, но начал терять там в облотке, ну и так далее. То есть понял, что что-то идет не так? Да. У многих болельщиков имя Станислав Чистов ассоциируется с золотыми руками. Как я уже сказал, про таких говорят, хоккеист от бога. Вот об этих самых руках и о многом другом, о чем вы спрашивали Стаса, мы поговорим прямо сейчас. Отправимся на свободный лед одного из открытых катков в нашем городе. Поговорим в неформальной обстановке и расскажем еще очень много интересного. Сейчас рекламой вернемся. Итак, друзья, мы переместились в машину Станислава Чистову. А если мы в машине у хоккеиста, то это значит, что? Правильно, мы задаем ваши вопросы нашим уважаемым собеседникам. Стас, ну, первый традиционный вопрос. Твоя машина, твоя крепость, здесь всегда твои правила. Едешь, слушаешь, двигаешься, останавливаешься и так далее. Вообще, как все у тебя происходит внутри? Что слушаешь? Как часто вообще проводишься в машину? Да, я каждый день по каким-то делам выезжаю и так далее. Музыку громко не люблю, слушаешь, не знаю, почему она меня отвлекает. Так, фоном люблю. Стиль какой? Ну, такая, танцевательная, иногда, может, рэп. Ну, меняешь, когда что-то надоест, меняешь. А исполнитель есть любимый? Тупак нравится. Ну, такие старые, старые, old school. У тебя дороже в кучу, действительно old school. Notorious, B.I.G., такие вот. Супер. Ну что, погнали? Погнали. Поговаривают, ты где-то подкатываешься? Ну, как подкатываешься? Ты играешь, в прямом смысле этого слова, как я понял, в челябинские любительские какие-либо. Да, правильно. Команда называется «Газпром». И там тренер, бывший игрок, тоже трактора. Игорь Валеев тренирует нас два раза в неделю. Один раз в неделю игра, один раз в неделю тренировка у нас не хватает. Как успехи у команды? Ну, пока на третьем идем. Сезон плохо начали. Первые четыре игры проиграли. Последние из трех, две выиграли, одну ничего, сыграли. Как ты пришел в хоккей? Вот именно чья инициатива была отдать тебя в культовый спорт в нашем городе? Ну, с чего это все началось? Раньше как там. Тренера ходили по школам, собирали детей. И вот в один такой день пришел тренер к нам в класс, говорит, вот сегодня такого-то, такого-то числа, такого-то по времени. Если есть желание у вас, ребят, приходите, записывайтесь в секцию хоккей. И вот мы там с ребятами, там, человека три, наверное, с класса пришли, записались. Ну, то есть это не родители тебя наставили, не брат, не с вас? Нет, сам, да, сам. Какой сезон больше запомнился тебе? И какие у тебя планы на будущее? Сезон, ну, конечно, два сезона в тракторе. И в «Магнитке» у меня сезон хороший был. Там я 40 чем-то очков набрал с Сергеем Федоровым. В Ленине играл. Наверное, вот эти три. Семья, дети, быт. Как дела на этом фронте? Женат. Оля зовут, жена. Детей пока нет, но планирую в будущем. От первого брака ребенок у меня, 13 лет. Кто для тебя самый неудобный вратарь? И, наоборот, удобный, которому было проще запить. Неудобный в удобном? Неудобный, наверное, и ременько, наверное, мне кажется. Просто Динамо я не так много голов забивал в свое время. А удобный? Удобный. Вася Кошечки, наверное. Потому что высокий. Скользящий, пускай. Да. Иногда не успевал садиться, а внизом заходил. Интересуется твоим околоспортом. Как я понимаю, есть несколько небольших бизнесов, в частности, пивзавод. Как все происходит, остался ли он, действует ли? Да, все работает. У нас 4 точки по городу. В инстаграме есть сайт «Смолинский пиловар». Кому интересно, кто любит пиво, зайдите, подпишитесь. Там все написано, адреса и так далее. Но ведь искусство пивоварения требует силы времени. Это только с одной стороны. Пивовар звучит. А это кропотливая работа? Ну, я же сам не варю его. Там есть люди, профессионалы, которые этим занимаются. Там есть пивовар, есть помощник пивовара. Вот они занимаются. От меня задача была инвестировать деньги. А остальное все это варят пивовары. Где ты сейчас живешь? Как я понимаю, вопрос относительно постоянной локации. Челябинск, Магнитогорск, другой город? Челябинск. Ну, на выходные часто ездим в Магнитогорск, на Манную. Там квартира у нас. Есть ли любимое место в Челябинске? Если да, то какое? Арена-трактор. Скажу там честно. Ну, опять же, навеяно воспоминаниями или там дух какой-то особый? Ну, я хоть и закончил, все равно я люблю хоккей смотреть. Я частенько хожу на игры трактора. Мне нравится обстановка там. И, конечно, ностальгия тоже. Но если брать, допустим, в раскадровке районов, какой тебе ближе всего? Ну, Ленинский, наверное, потому что я там вырос, родился и посидеть у него там. Каково это было носить капитанскую повязку? Ты на протяжении длительного времени с капитанской нашей ПСИ играл в тракторе. Какие чувства твоего испытывал? Ну, это было для меня, мне кажется, неожиданно. Я все равно как-то в раздевалке больше... Ну, я больше как бы на льду, наверное, показываю, доказываю, чем в раздевалке. И то, что меня Геусов назначил капитаном, для меня это было неожиданностью, но честью. Не знаю, я справился с ней, не справился, но что было, то было. Здесь даже не вопрос, а пожелание. Я думаю, тебе будет приятно услышать. Станислав, мы тебя любили, быть насти игрока. Если ты бил булиты, то мы знали, что ты обязательно забьешь. У тебя золотые руки, ты будешь хорошим тренером, попробуй себя на этом поприще. Удачи тебе и всех благ. Понятное дело, что тренером Станислава Чистова обязательно на этом поприще себя попробует. А вот по поводу золотых рук, сейчас мы попытаемся в этом убедиться. Правда ли вот эти руки золотые? Узнаем на свободном льду. Прямо сейчас протестим Станислава Чистова. И он нам расскажет. Ну, это сложно будет, без коньков-то сложно будет показать. Ты знаешь, хоккеисты вообще не ищут легких. Ну да, согласен. Что, коньки, что-то подъедете? Да, конечно. Ну, хорошо, ты пришел. Вы знаешь, насколько памятна для каждого паренька, который приходит в токийную секцию, его первая форма? Тогда же вы давали? Ну, так нет. Тогда, когда я начинал играть, ничего не давали. Там родители покупали в основном. Потому что дворовая команда, там ничего не было. А в тракторе... Обычно просто давали на 33 размера больше. Это уже в тракторе нам давали там клюшки большие. Я их не отпиливал, чтобы вдруг она короткая станет. Играли длинными клюшками. Краги там тоже оставались, там, наверное, от мастеров и так далее. Ладошки там уже 10 раз перешиты. Вот так вот было, да, такие. А шлем какой у тебя был? Самый смешной шлем у меня был. Мы поехали в Америку на турнир с трактором. Вернулись. Мне там семья жил, мне там подарили шлем. Купер, крестообразный. Но он... Как у Марка Месье? Да, вот такой. Над ним почему-то все смеялись, а мне он нравился очень. Мы подъезжаем к хоккейной школе трактора, улица Савина. Вот что и с чем у тебя ассоциируются вот эти вот четырехэтажки, которые идут штабелями здесь рядом с дворцом? Вообще какую-то особую атмосферу и ты этой душе испытываешь, подъезжая? Я страх испытываю. Потому что когда я приезжал, выходил на остановки Комсомольской почты революции и шел мимо вот этих домов. Там постоянно какие-нибудь ребята там, то дай денег и дай еще что-нибудь. И для меня это испытание было, пройти от остановки до Ледового дворца. Кто-нибудь точно пристанет. Наверное. Ну и, конечно, вся моя молодость прошла на этом. Как я могу сказать? Сколько? Лет пять-шесть, наверное, занимался. Учился тут неподалеку, неподалеку, в 18-й школе. Ну что, друзья, пришло время проверить умения Станислава Чистова обращаться с клюшкой и шайбой непосредственно на ледовой коробке. Свободный лед специально для нас. Сегодня залили здесь, друзья, какие-нибудь утрактор. Пойдем посмотрим, проверим молодого человека на умении. Мы переместились на каток. Именно здесь мы проверим умение Станислава Чистова владеть клюшкой и шайбой. Посмотрим, не забыли ли его волшебные руки. Ремесло. Стас, вообще руки помнят, нет? Да, немножко еще осталось. Твоя техника владения клюшкой – мелкий дриблинг, как я понимаю, в основном. Ну, да, вот так вот. Ну, на быстроту тоже, как бы, тоже важно. Чем быстрее защитника ты ставишь в неловкое положение, он не знает, что ты будешь дальше делать. Чем быстрее ты руками делаешь, тем защитнику тяжелее. Ну, то есть твоя фишка – это мелкий дриблинг. Ну, допустим, спроецируем. Я защитник, вот моя клюшка, я откатываюсь. Можно, можно вот так вот и ушел. По-разному можно. Например, можно вот так вот. Типа притормозил и потом опять ушел. Как-то вот так вот. Бросок излюбленный какой у тебя? Есть несколько типов. Бросок с кистей – это, как я понимаю, твоя фишка. Ты особо не замахиваешься. А если замахиваешься, то у тебя такой полузамах идет. В основном как бросаешь? Продемонстрируй. С кистей в основном. Щелкать никогда не любил. Мне почему-то она всегда неудобно подходила. Всегда я принимал, останавливал, потом бросал только. Ну, это надо было в детстве учиться сходу, отрабатывать. А я больше над кистевым броском работал. Одной из твоих фишек является исполнение штрафного броска – буллит. И ты ставишь в неловкое положение галкиперов за счет обманных движений, непосредственно сближаясь с галкипером. Вот продемонстрируй в раскадровке свой фирменный финт в момент, когда ты бросаешь в завершающей стадии с неудобной руки. Как все происходит? Мой, как бы, самый простой, но самый эффективный буллит – это вот ты едешь на вратаря, смотришь ему между щитков, потом в конце, когда уже ты подъезжаешь, делаешь это движение, показываешь, чтобы бросать туда будешь, вратарь садится, и ты убираешься на неудобную и верхом поднимаешь его. Ну, давай попробуем продемонстрировать на открытых пока воротах, потом я, возможно, выступлю в роли галкипера. Давай, то есть не быстро покажи, то есть ты сближаешься, уже знаешь, что будешь делать, да? Да, вот я глазами смотрю в вратарю между ног, чтобы он знал, как будто я буду туда бросать. Ну, хорошо, стоп, 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 давай, чтобы люди понимали, я галкипер. Вот, я еду, смотрю в вратарю между щитков, и вот он садится, и туда, потому что он должен реагировать на вот это движение, и он садится, и ты убираешь, и уже больше пространства получается. Хорошо, давай попробуем на скорости моделировать для того, чтобы, ну, вот хотя бы мне, причем убедиться. Понятное дело, ты сейчас на ботинках, а не в коньках, но тем не менее. Ну, и ты без щитков. Ну, я без щитков, и без ракушки, кстати говоря, друзья мои, это опасно. Но, как говорится, красота исполнения момента требует жертв, поэтому потерпим. Вообще, булиты, как часто отрабатываешь на тренировках? Это же целая наука. Ну, не знаю, часто, после тренировки остаемся ребятами, играем, там, оставались, играем. Кто последний, там, ставит, там, Кока-Коу, например, там, кто проиграет, там, Кока-Коу приносит на следующий день в развивалку, там, ну, на интерес. Слушай, ну, а когда ты выходишь на исполнение, ты уже знаешь, что ты будешь делать всегда? Нет, нет, я в последний момент всегда, в последний момент, зависит от вратаря, как он тоже будет играть, ну, против меня. И тогда уже я от этого отталкиваюсь уже. Я могу в последний момент что-то изменить. Ну, то есть, чистая импровизация, получается? Ну, да. Ну, а заготовки есть? У тебя 2-3 всегда, как бы, в руках? Ну, да, у меня были 2-3 булита, которые, это, вот, когда их не забиваешь уже, четвертый, не знаю, что делать, уже руки трясутся. А если, ну, когда с первого раза забиваешь, потом и так идет, и идет, и идет, ты уже просто выходишь, знаешь, что ты заберешь. Самый памятный булит у тебя? Мы же играем на очки, правильно, на результаты, если он победный, то, значит, он памятный. Ну, хорошо, булит булитом, а есть еще такое золотое правило, что без бросков не бывает голов. И вот бросок, бросок сходу. Очень часто наигрывалось, в том числе и в большинстве, и ты забрасывал после поперечной передачи, как правило, Жене Кузнецову. И я предлагаю тебе сейчас продемонстрировать свое умение для того, чтобы закрепить и продемонстрировать нашим уважаемым телезрителям то, что руки и техника координации движения еще помнят. Я буду набрасывать тебе шайбочки, а ты попытаешься бросить. Моделируем ситуацию. Один из нападающих с правого фланга располагающихся ищет передачи Станислава Чистова, и тот без обработки посылает шайбу в сетку ворот. Вот так наигрывали ребята в сезоне 2012-2013 годов в памятный серебряный сезон для трактора. Еще! Владение клюшкой – особое мастерство искусства. Как я понимаю, профессиональные хоккеисты даже не смотрят на шайбу в момент дриблинга, так ли? Ну да, чтобы не получить по мозгам. Поэтому ты должен и шайбу чувствовать, и смотреть поле, все видеть. Продемонстрируй. Это, я как понимаю, базовое упражнение для того, чтобы развить моторику. Да, это одно из. Можно после тренировки, например, остался, две шайбочки положил, на руки работаешь, развиваешь их. Ну, и так вот. Убедились мы в имениях Станислава Чистова, видим, что техника не забыта, и есть порох в пороховнице. И самое время собирать камни, бросать по воротам, забрасывать шайбы и возвращаться в студию, где продолжим общение со Станиславом Чистовым сразу после рекламы. Серебряный трактор. Мы задаем этот вопрос всем тем, причастным к той самой команде Белоусова, и ты не исключение. 12-й, 13-й год, финал с Динамо, вообще весь сезон. Какие у тебя воспоминания, эмоции от этого года? Только положительные, конечно. Я думаю, что мы своей игрой радовали болельщиков, полной трибуны собирались. Просто город стоял на ушах, мне кажется, когда мы дошли до финала. Было приятно это наблюдать. Да и сейчас вот я хожу на хоккей, кто-то вспоминает, говорит, что те годы лучший трактор был. Ну, не знаю, посмотрим, может в этом году ребята добьются лучшего результата. Ну, а что было, по-твоему, в той команде такого, чтобы создавалась та самая магия? Белоусов – это понятно у руля команды. И об этом мы еще поговорим сейчас. Ну, а когда-то тренера же зависит больше 50%, какая атмосфера в команде и так далее. Хорошо, как он создавал эту атмосферу? Ну, на своем личном примере расскажи. Что ты увидел? Как он с тобой общался, о чем говорил? Ну, он со мной разговаривал, как папа со мной разговаривал, как с ребенком, ну, как бы, ну, в хорошем смысле этого слова. Что-то там, ну, я неправильно что-то сделал, как бы, объяснял, досидел, сидел, долго объяснял мне, чтобы до меня это дошло. Он не повышал никогда голос? Голос не повышал никогда, я здесь всегда со спокойным голосом объяснял. Ну, ребята из команды до сих пор общаются, вспоминаете некоторые моменты? Да, с Кузи вот виделись недавно. Ну, этот сезон, конечно, не обсуждали бы. У него другие сейчас задачи. Ну, а так с кем с ребят мы едем сюда? Ну, так вот, летом, кто ребята собирается, кто челябинский приезжает, видимся с некоторыми. Чистов, Буллис, Кузнецов. Тройка нападения, которая наводила ужас на соперника. Понятно, были разные вариации, в том числе памятный гол трактора в Казани и те матчи, в которых ты принимал участие. Но вот Чистов, Буллис, Кузнецов. Это тройка. Как считаешь? Да, я считаю, что не только мы тогда. Тогда вот и молодая тройка выстрелила тоже этот сезон. Дугин, Карпов, Нечушкин. Тоже здорово. Особенно в фулов они тащили, можно сказать, команду. Может, мы больше где-то забивали, очков набирали. Но они тоже пользу приносили. Но касаемо кандидатуры, опять же. Ян Буллис, центр. Женя Кузнецов, с фланга. Это, можно сказать, что одни из лучших твоих партнеров в all time? Вы спрашивали меня по поводу комфорта на льду. В анхел. Вот с ними я, когда выходил на лед, даже не уставал, можно сказать. Вот с ними было комфортно. Вот с ними я был уверен, что мы точно выиграем сегодня. Евгений Кузнецов, который является одним из самых ярких нападающих прямо сейчас, вне зависимости от лиги. Совершенно точно так. Его профессиональное становление, по сути, происходило на твоих глазах. Ну, по нему сразу видно было, что он талантливый, что он достигнет высокого уровня. Как он тренировался, как он в играх отдавался полностью, чему-то учился у старших, например, и так далее. По нему сразу видно было, что он достигнет высокого уровня. Почему, на твой взгляд, сейчас в системе черно-белых нет звездной молодежи? Я не говорю про перспективных ребят, которые на карандаше находятся, допустим, у фарм-клуба, будучи игроками белых медведей. Я даже не говорю о тех ребятах, которые потенциально могли бы выстрелить в ближайшие 2-3 года. Я не вижу звезд формата и калибра Кузнецова. И хотел бы тебе вот этот самый прямой вопрос задать. Почему так происходит? Не могу сказать. Это, наверное, все со школы начинается. В школе должны тренера воспитывать таких, как Кузнецов, Бурдасов и так далее. Может, просто такой этот... Говорят же, рождаются раз в столетие, например, такое, как Кузя. Может, пока такого еще долго не будет. Ну, раньше примерно раз в два года кто-то выстрелил у нас, по-настоящему звездный. Ну, кто-то уезжает, например, в другие школы. Я так слышал, что в 2007 год пару человек уехало в Уфу. Не знаю, с чем это связано, честно. Трактор высоко забрался в том самом памятном серебряном сезоне, а на следующий год произошел самый настоящий спад. Почему так произошло? Ну, наверное, тяжело два года подряд держаться на одном уровне. Может, надо было как-то, я не знаю, команду обновить, может, немножко. Я не знаю. Не знаю, мне сложно ответить. Но бытует мнение среди болельщиков, то, что команда периодически нарушала спортивный режим. Ну, не знаю, возможно. Так, кто тогда? Логично. Я про это брали. Ну, и тогда, когда Джома, когда это, тоже выпивали, когда серебряный брод застал. Это точно. Ну, как это влияет? Стас, есть такой спортсмен, экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях, Джонни Таппи. Его прозвище Мивида Лока, что с испанского обозначает «моя безумная жизнь». Вот, если проецировать безумную жизнь профессионального спортсмена, а она у каждого спортсмена в какой-то степени безумная, можешь ли ты сказать, что вот это безумство в какой-то степени тебе помешало в карьере? Возможно. Ну, я не хочу сейчас сидеть и гадать об этом. Это было, может, прошло. Но я не хочу на этом заострять внимание. Я закончил с хоккейом. Все, что мне? Возможно, помешало раскрыть полностью свой потенциал. Но ты сейчас откровенен. И, я думаю, нашим уважаемым телезрителям это нравится. Не, ну, это не секрет. Как бы, что я бывал, что нарушал режимы. Ну, а как после победы, например, не пойти, там, выпить пивка, там, еще? Мне кажется, это нормально. Ну, и главное – восстановление. Ну, я успевал восстанавливаться к играм. Ну, а если этого пенного напитка будет немножко больше, шайба с крюка не сходит? Наоборот, сходит. Почему? Сходит, конечно. Не, ну, мы же с головой это делали. Я пытался делать это с головой, не всегда получалось. В каких-то играх это не сказывалось. В каких-то сказывалось, конечно. Ну, конечно, я же не могу себя вести так, как я вел себя, например, 22 года, 25 лет. Я же взрослее, у меня там семья, там, дети. С возрастом все, конечно, меняются. Лучшую сторону, мне кажется. Ну, и для того, чтобы финализировать вот этот вот щепетильный вопрос, а мы его не могли не задать, потому что наши уважаемые дамы и господа прекрасно знают, что на свободном льду запретных тем нет и никогда не будет. Стас, самая веселая история из раздевалки команды вот в тот самый серебряный сезон? Было много, там Кузя в основном всех ходил с мешота. Он же у нас самый там этот, как звезда, звезда в раздевалке. Он ходил с мешок, как бы, в принципе, все. Все смеялись ходили. Но ты сам человек с юмором? Ну, я нет-нет, могу что-нибудь выдать. Ну, такое редко. Как сейчас, например. Нынешний трактор, трактор Гати Атулина. Что тебе нравится, что нет в этой команде? Нравится работоспособностью, подход к деталям, к мелочам. Это сразу видно, что тренер много времени тратит на это все. Объясняет ребятам. Ну, наверное, вот это. Кого можешь выделить в составе нынешней команды? Ну, может быть, кто-то тебе больше остальных импонирует. Ну, мне нравится. Седлок нравится. Косов Ярик нравится, как он играет, как он отдается игре полностью. Вратари неплохие у нас в этом году. Защитник-защитник неплохой, швед. Катается здорово, шайбы двигает. Ну, так все, в принципе, ровно. Команда так-то, по идее. Шансы есть? Шансы есть, конечно. Форма трактора. Она обновилась в этом году. Нравится, нет? Очень нравится. Здорово, что они вот этот бреннинг сделали. Очень нравится форма черно-белая. Мне кажется, давно пора надо было... Не Мишка, Мишка там была на майках. Не, мне очень нравится. Красивая форма. Да, мне кажется, все в лиге оценили. И в Челябинске, мне кажется, всем нравится. А ты играл в четвертой форме Бостона когда-то? С огромным таким здоровым медведем на всю Джерси. Не знаю, в каком году она... Мне кажется, я пришел, уже ее не было, наверное. Это был какой-то 2005 год. А может, я играл. Не помню. Одно из хоккейных изданий признало ту самую форму Бостона одну из самых страшных и худших. А вот, кстати говоря, примерно соседнее издание Север-Американское признало форму трактора лучшей. Как ни странно. Ну, здорово. Многим спортсменам, хоккеистам в частности, после того, как они завершают карьеру, снится хоккей. Им снится музыка, ледовых баталий, как они забрасывают шайбы, раздают результативные передачи, поднимают кубки разного калибра и формата над головой. Тебе что-то снится подобное? Да, у меня, может, первое время, там, месяц, там, с чем-то. А сейчас уже прошло сколько, уже второй сезон я не играю. Уже нет. Сплю спокойно. А что снилось? Тогда, ну, снилось, когда там, когда закончил. Да. Ну, может, какие-то, вот, как вы спрашивали, задавали вопрос, там, не реализовал какой-то, да, себя там, как полностью, может, вот такие моменты, наверное, снились. Ну, то есть полноценный сон с предысторией, со смыслом. Ну, может, какое-то короткое что-то, но, может, всякие кошмары снились тоже. Стас, если то, о чем ты жалеешь в своей карьере, и хотел бы, и мог это изменить. Вот если бы сейчас тебе сказали, у тебя есть возможность поменять что-то одно, что бы ты поменял? Ну, наверное, ничего, честно скажу, ничего. Если бы я это поменял, может, что-то другое бы не было, правильно было, я бы прожил хоккейную жизнь так, как мне судьба уготовила, наверное, так скажу. Я бы ничего не поменял, честно. Друзья, это был Станислав Чистов. Сегодня он был максимально откровенен. Это было первое его большое телеинтервью. И мы с большим удовольствием всегда будем вспоминать игру Стаса не только в составе трактора, но и вообще наслаждаться его движением, перемещением, работой руками и коньками, но и пожелаем ему в дальнейшем успеха уже на тренерском поприще. Стас, удачи тебе и новых побед уже в статусе наставника. Друзья, это был «Свободный лед». Меня зовут Константин Устьянцев. Всем удачи, большой привет, любите хоккей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!